Начинаем с вами изучать новый курс. Этот курс будет посвящен биологии, на основании которого вы сможете составлять в дальнейшем, проектировать и анализировать ваши биотехнические системы. Поэтому изучаем его сейчас на младшем курсе. На сегодняшней лекции мы с вами познакомимся с историей развития биологии, как науки, его методологии и выполним некоторый обзор курса. Итак, биологическая наука произошла еще и возникла до начала пятого века. Различают следующие ее периоды в то время. Это до теоретический, до философский период развития науки. Сюда относятся к мифологии, одушевлению, очеловечиванию всех явлений природы и общества. Практически не различаются еще естественно и сверхъестественно. Далее возникает наука как отрицание, то есть преодолевается мифология, появляются первые, на то же философские течения. На следующих поколениях зарождаются эмпирические научные знания. Переход к специальной познавательной деятельности, сбору информации, проверке, накоплении, сохранении, передачу знаний в накоплениях и в поколениях. Это в основном третье, второе тысячелетие до нашей эры. Жрецы, первоначальные деятели науки, опытные, эмпирические, прикладные. И наконец появляется античная философия, как первая форма собственной теоретической науки. Это Древняя Греция, 6 век до нашей эры. И биологические знания в Древней Греции до начала 5 века до нашей эры, как на Востоке, так и на Знакове. Знаковство санатория человека здесь происходит из медицины и их жизни. Ну, сразу же с вами отметим, что есть такое высказывание. История начинается тогда, когда начинаются письма. Поэтому все, что мы сейчас говорили, все, о чем я перечислял, это на основании письменных источников. Разумеется, биология не как наука, то есть не без бесписьменности, существовала всегда и везде, как только человек стал поздавать мир вокруг себя. В истории биологии Газика Азимова отмечается следующее. Он писал, что древние греки оказались теми, кто первыми изменили положение вещей. Это были беспокойные, любопытные, многоречивые, интеллигентные люди, владеющие аргументацией и временами даже непочтительных бога. Большинство греков жило среди невиданного мира богов и полубогов. Боги привлекательнее, чем языческие божества, но не менее детские в своих мотивациях. Болезни у греков считались, например, следствием стрел Аполлона. Беспричинный гнев, его легко снимался жертвоприношением и соответствующей лестью. Заметим, что психические болезни психозы лечат так до сих пор. Архаический период – это, в общем-то, 7-6 век до н.э. В это время в недрах целостной философии природы возникают первые зачатки так называемой отечной науки. То есть поиск материального первоначала, из которого путем саморазвития возник мир. Это известные такие деятели в то время, как Фалес, Анаксимандрит, Анаксимен и Гераклит. Они занимали, кроме того, еще и различными другими видами искусства. Устное учение Фалеса. 640-го года н.э. Вот его основные тезисы. Материальное первоначало мира – это вода. Ну, у Бога это глина. А Фалес – основатель Милецкой школы. Фалес – мудрец. Он купец, предприниматель, гидроинженер, дипломат, политик, провиндец. Он предсказывал погоду и затмение. Культурный герой греческой науки и философии. Ну, скажем так, что в те времена такие люди были не декорны. Наконец, пятый век до начала эры. Это ионийские философы. Они игнорировали сверхъестественное. Каждое событие имело для них причину и следствие. Они изменялись почти это капризной воле. Естественный закон для них управляет Вселенной. И разум человека может вывести его из наблюдения. Человек избавлен от страха, что знания внезапно станут бесполезными. К таким ученым наиболее представительным относится аноксимантра. У него аперон – беспредельная неопределенная материя вечного движения. Из аперона образуются живые существа по тем же законам, что и предметы неживой природы. Животные родились из влаги земли. Уже намек какой-то на глину. Намек на то, что присутствует углерод. И покрыты чешуей. Вышли на сушу, освободились от чешуи. Сбросили ее, так сказать, в воду. Виды животных воздиты независимо друг от друга. Нет идеи генетической связи еще и исторического развития животных. Происхождение человека от организма других видов путем того, что зародыши первых людей образовывались в чреве существ, похожих на рыб. После возмущения они скинули рыбью булочку и вышли на землю в виде мужчины и женщины. Но он, по сути дела, предшествовал некоторым идеям дар. Атаксимен. Для него материальное первоначало мира это воздух. Душу отразумеваясь воздухом. Учение всеобщей одушевленности материи. Впоследствии это стала идея эфира. Геоклит Эфесский. Для него первоначальное всего во всем мире это огонь. Сейчас мы еще раз к нему вернемся. Он первый раз ввел представление о постоянном изменении природы. Вот его тезисы. Все возникает через борьбу и необходимость. Расходящееся сходится из различий, образуется прекраснейшая гармония и все возникает через борьбу. Геоклит не просто сходил идеей эволюции органического мира. Изменение природы повторяющейся, замкнутой круговоротом. Кстати, чем не в будущем все развивается по спирали. Ну и идея исторического развития природы еще чужда Геоклиту. Ну здесь более детерминистический принцип он использовал. Пифагор, известный нам всем своей теоремой его школы. Это же с привек до нашей эры Южная Италия. Ну кроме того, что он изобрел Пифагоровы штаны на все стороны равны. То есть теорема Пифагора всем нам хорошо известна. Он известен своей философской школы. Господство в мире числовых закономерностей, вот что он утверждал. Математика, музыка, астрономия, философия, медицина и науки в живой природе. Проблема источников. Ну фактически он немножко предусказал то, что тем занимались потом китайские и славянские ученые. Да и весь Пифагора. На пешке Пифагора была выиграна временная неудача лучше временной удачи. Ну, может быть он и прав. Ионий Алкимеон. Тоже шестой век до нашей эры. Для него характерна философия рационализма. А в биологии использует этого тезиса как анатомия ради познания. Все происходит у него из воды. Он описал нервы глаза, структуру цыпленка растущего внутри яйца. Ну и перво на том, по сути дела, эмбриолог. Он изучал структуру живого организма, разрезая его на разные части. И изучал организм перифактическим его рождением. Ну, здесь он не всегда приветствовал со своими товарищами. Перейдем к пятому веку до нашей эры. Это аннаксагор. Все состоит из семян. Имеется разум или нус, то есть субстанция, обладающая двигательной и мастер-литной способностью. Имеется пища, которая представляет собой смесь семян. Уже появляются какие-то биологические зачатки в виде. При пищеварении семена разделяются. Частические мышцы соединяются с мышцами. Частические крови попадают в кровь, и тому подобное. Происхождение жизни это по аннаксимандру. Отсутствуют различия между растениями и животными. И, в общем-то, большое внимание уделяем теории ощущений. Следующий деятель, того времени, чуть попозже жил, это Медок. Он рассматривал мировую материю в следующих контекстах. То есть существуют две силы, любовь и вражда. Но между ними существуют четыре как бы части. Огонь, воздух, вода и земля. И вот то, как эти силы, любовь и вражда между собой соединяют эти части, возникают различные биологические субстанции. Наконец, Эмпидоку предложил первый раз возникновение живых существ через элементы мировой материи. Огонь, воздух, вода и земля. И использовав еще две силы, любовь и вражда. В чем-то появляются различные органы. В том числе и уродливые неполноценные существа. И гармоничные организмы. В связи с тем, как правильно сочетать эти четыре стихии. Четыре основных элемента. Ну, наконец, проходит лет сто, появляется Демогрид. Для него мир состоит уже из мельчайших неделимых частиц атомов. Он именно первый ввел это понятие. Атомы вечно и неизменны и движутся в пустоте. А рождение и смерть это соединение и разъединение атомов. Происхождение живых организмов внутри пузырей и в иле. Появляется снова роль глины. Вы видите, появляется ил. И, в общем-то, некоторый намек на органику. Поскольку ил, глина, это, в общем-то, углерод и водород. Гиппократ. Он основал пластическую медицинскую школу. Номенитая клятва Гиппократа. Вы, наверное, знаете. Гиппократов сборник. Это полный свод знаний и учений греческих врачей в области медицины, анатомии, физиологии и эмбриологии. Многие эти знания до сих пор используются нашими медиками. Клятва Гиппократа составлена примерно 600 лет после его смерти и названа в честь него. Ну, например, он утверждал, что эпилепсия, подобно другим болезням, имеет естественные причины и рациональное лечение. Собственно говоря, он этими занимался. Учения о естественных причинах болезни Гиппократа сводились к следующему. Во-первых, он рассказывался от мистики религии. Медицина в его это наблюдение, изучение больных и практический опыт, чем не доказательная медицина. Используется метод эмпирической индукции. Опять доказательная медицина. И, наконец, влияние фактора внешней среды, возраста, наследствия, образа жизни больного и тому подобное. Это вельтанализ и экология. Лечить надо не болезнь, а больного. Это основная теза современной медицины. Мы вылечим больного, мы вылечим и болезнь. Потому что болезнь – это состояние человека. А больной – это и есть сам человек. Ну и дальше он продлевал учения о четырех жидкостях тела. Кровь, слизь, желтая желчь и черная желчь. Вы помните, он немножко похож на предыдущего автора. Там было четыре стихи. Анатомию преизобрел тоже Гиппократ. Изучение строения тела и органов на животных. Известен, которым видимо скелет, отдельный пустя черепа, конечности, сочленения, но не детали строения. Ну, надо сказать, что ацтеки, да и проживающие на территории современной Российской Федерации Евразии, делали это за много до него. Мышцы различали еще плохо. Сухожилия смешивались с нервами и сосудами. Ну, имеется в виду, конечно, непрактическими медиками, потому что, когда ты что-то разряжаешь, ну, естественно, видишь, что такое нервы и сосуды, ты исходя из теоретических изданий. В полости из живота уже к этому времени известны желудок, тонкая толстая кишка, сальник, брыжечные железы, печень, желчный пузырь, селезенка, почки, матиточники, ночевой пузырь. Ну, известны они были, конечно, и раньше. Здесь имеется в виду, что они первый раз были достаточно хорошо описаны. Под устройство кроме носа системы бытуют разные мнения. В сердце известны уже желудочки и предсердия, полуполные клапаны, артерии и вены. Мозг связывается с психической действиями человека. Головной мозг считали железой, окруженной двумя оболочками. От него отходит спинной мозг двумя оболочками. Ну, еще он в желудочном мозге, конечно, и не подозревали. Предсердия зрительный, слуховой, троичный, изглуждающий черепные нервы, плечевой, межребленный, седалищный, спинно-могновые нервы. Дыхание легких рассматривалось как необходимость охлаждения сердца. А следующая книга интересная, Гиппократа – это о семени и природе ребенка и о диете. То есть он уже ждал хорошее, правильное питание, для того, чтобы жизнь снова возрастала. Известны также и такие ученые, как Платон и Аристотель, некоторые биологические воззрения теосфата. Это уже чуть позже, полагается, 4-3 век. Ну, например, Платон – это, так называемый, основоположник объективного идеализма. Для него материальный мир – это совокупность возникающих и приходящих вещей, является несовершенным отражением постигаемым в разумах идей идеальных вечных приорога предмета, воспринимаемых чувств. Мир идей для него – это цель и причина материального мира. А созерцание размышления предмета перешел к мысли о соотношении наших знаний с предметом, чем не база знаний и база данных современных экспертных систем. И Платон включил в понятие так называемый механизм познания. Ну, вот, его эти взгляды были в диалоге записанных в то время. Демиурх – это творец мира, человек – модель божества, а живые существа – они совершенные модели божества. То есть уже водится человек, как некоторое совершенное существо. Ну, и жизнь, по мнению Платона, началась на Земле с появлением человеческого тела, человеческого рода. Идея соотношения между строениями различных органов и функциями Платона интересная. Уделяя третью часть души, мозг рассматривает как высшую бессмертную часть души, и две другие части – это сердце и животе, а не смертные. Ну, вы видите, уже он как бы подходит к понятию, что есть еще и так называемый желудочный мозг. Но это отражается в том, что он, в общем-то, живот выделяет как одну из составляющих. Аристотель, примерно, жив где-то так же, как и он. Это расцвет греческой биологии и отечной науки. Урожение Северной Греции, наставник Александра Великого, чем и прославился. Оставал лицея в Афинах и преподавал там. Писал все, что он понимал и как изучал, от физики до литературы, от политики до биологии. Ну, как и большинство ученых того времени. Физика для него структуры, функционирование, неодушевленности или почти полностью неверной. Реальность материального мира, постоянное движение, сенсуальность теории познания, источник познания, ощущений. Все это Аристотель заложил в своих учениях. Ну, и он основатель биологии как науки, считается. У него 4 больших и 11 малых биологических прохтатов. Биологию воспринимают очень интересно, как интеллектуальную любовь. А философский дуализм биологии – это материя, возможность и форма, цель. Вы видите, что позже Анохин это немножко метаворсировал в так называемой функциональной системе. Номенитая книга из Аристотеля «История животных». Он практически предвестник Дарвину дал предварительные сведения о животных 500 видов. Описал наружные внутренние органы человека. Описал половые различия у животных, способы размножения животных и человека, образ жизни и нравов животных, благоприятные и неблагоприятные условия для жизни. Он выделял однородные части или ткани и неоднородные – глаза, рука и так далее. Эмбриологию тоже, в общем-то, основал как науку Аристотель. Описал хорошо происхождение пола, наследование признаков, первый раз, первое имеется в виду литературное исследование, возникание уродства многоплотия, по сути дела, предвестник врожденных пороков развития, и формулирование признаков в постсоблинотальном развитии. Классификации животных по Аристотелю были следующие. Животные все делились на позвоночники или беспозвоночные, а найм. Те, в свою очередь, различались на живородящие человеки, киты и четвероногие, яйца родные, птицы, змеи, рыбы, яйца кладущие, четвероногие, животные с совершенными яйцами, это головоногие, ракообразные, животные с яйцами особого рода, это насекомые, пауки и скорпионы, и животные слизи, как он говорил, это моллюски и иглокожие. Это вот первая такая классификация, попытка делать, классифицировать животные. Лестницу природы он выстраивал следующим образом, это первая, пожалуй, такая интересно представленная иерархическая модель. Это неоргодические тела, дальше идет растение, прикрепленные к ним животные, губки, асценди, но добавим к ним грибы, о которых он еще тут не упоминал. Дальше идут так называемые галатурии и свободно подвижные морские организмы. Лечение Аристотеля было интересно о трех душах. Он считал три души, растительное питающее, чувствующее живот и разум. Растение это питающая душа, животное питающее и чувствующее, ну а человек сочетает в себе все три души, на то он и человек, Аристотель. Теофсад, знаменитая его книга «История растений». Он изучал народные поверья и подкладные сведения о лечебных растениях. Описал строение размножения растений, ввел термины, такие как плод, околоплодник и сердцевина. Различал различные способы размножения растений, самопроизвольное зарождение, зарождение от семян, от корня, от клуб, над ветви, ствола и черенка. Описал однодольные, двудольные растения, выделял растения мужского и женского пола. Это, пожалуй, первый человек, который описал хорошо растения, дошедшие до нас рукописи. Посмотрим чуть-чуть быстренько развитие биологических знаний в период эллинизма в Древнем мире. Это прежде всего Лукреции, Приней и Галер. Итак, период эллинизма от смерти Александра Македонского до завоевания Греции в Ближнем Востоке. Поэтому распространяется греческая культура вдоль Средиземного моря после правления Александра Великой и его завоевания знаменитого Персийской империи. Устанавливается греческое господство на Ближнем Востоке, сливаются друг с другом греческие и восточные культуры. Ну и, разумеется, все это вносит вклад не только в политическую, в политическую же страну, но и в научное мировоззрение того времени. Центром научной мысли становится Египет. В это время строится знаменитый Александрийский маяк. Это 280-е годы н.э. На скале, возвышающей на восточном берегу Госселлофарос, на подходах к гаваням Александрии. Ну, чем не знаменитая культура на Вашингтоне. Библиотека города Александрия фактически считалась восьмым чудом света. Пталомий II основал музей, обсерваторию, библиотеку и ближайший античный пиворец современных университетов. Она насчитывала в те времена 700 тысяч рукописей, в основном, в Клида и Архимеда. Это были открытия математики, астрономии, географии, физики, ну и естественных наук. Географиил, один из представителей, изучал строение человеческого тела, сравнивался с анатомическим устройством животных. Мозг рассматривал концент нервной системы и место сосредоточения умственных способностей. Различными изуществительными нервами и моторными нервами, то есть первые получают ощущения, вторые вызывают московные движения. Впервые указал на различия между артериями, которые пульсируют, и венами. Ну, хорошо это было при соответствующих разах. Движение крови связывалось с функцией сосудов. Достаточно хорошо описал печень, сельёнку, сечаску глаза и двунцеперстную кишку, яичники и простату. Наверное, это было первое такое полное описание. Эрозестрат разделял мозг на большой и маленький. Ну, первый это полушарий, а второй это мозжечок. Отметил мошенничество и поверхность, и резвивидность мозга. У человека мозг больше, чем у животных, связывал звериный с интеллектом. Различал между передними и задними корешками спинно-мозговых нервов, которые первое, это работа мозга, отвечали второе, за восприятие ощущений. Ну, был знаменит скрытием в человеческих трупах и живосечения на преступниках. То есть это тоже, наверное, один из первых, о котором упоминается, который использовал преступников для своих научных изысканий. Дискорит – это первый век, начало нашей уже эры. Это мы уже подходим ближе к нам. Все ближе и ближе к нам. Вторетие господства Рима. Остановка прогресса биологии. Ну, что тут первично, что вторично, сказать трудно. Ученые как бы замерли перед римской аудиторией. И продолжали популяризировать знания прошлого. И вот греческий врач такой, Диаскоородиус, его по-разному называют, превзошел теосфат и описал уже 600 видов растений с лекарственными свойствами. Основатель фармакологии, считается он. Ну, собственно говоря, может, его для этого и использовали. То есть он ученые в наркотиках и лекарствах. Клавдий Галян. Знаменитый Галян. Это великий врач, анатомий-физиолог, греческий врач, родившийся в Малой Азии. Но практиковал он в основном время. Клавдий Галян изучил анатомию оберцов, бык, свиней, собак, медведей и других позвоночных животных. Находил свойства в строении тела человека и обезьяны. Обезьяна был основной объект изучения его для аналога, как чисто и аналоги, модели мышечной системы костей и суставов человека. Чем интересны его учения? Ну, во-первых, основу учения Гиппократу он взял за основу на четырех первичных жидкостях организма. Далее он в свое действие направил на изучение центральной и перифизической нервной системы. Изучал функции нервов спинного мозга, способ их действия над дыханием и бедения сердца. Основные его ошибки, с нашей точки зрения, это то, что воздух поступает в сердце через дыхательные пути. Ну, воздух вообще в сердце не поступает. А кровь проходит из одного желудочка сердца в другой через отверстие в перегородке между желудочками. Ну, он просто не вскрывал эти. А вот пытался оправдать незнание свое, в кавычках, тем, что немножко фантазировал. Прохождение человека, происходение человека по Галину. Каждый уровень человека, качественного тела, создан Богом в наиболее совершенной форме и преддверии его цели. Ну, в общем-то, авторитет Галинова в средневековый, христианский уровень был достаточно велик. Считалось, что он говорит истинно в последней инстанции. И это в некотором слове тормозило развитие науки. Обратимся теперь к методологическим основам биологии. Ну, прежде всего, это диалектический материализм. От слова диалектика или искусство вести спор, беседу. Наука о общей законе движения и развитии природы, общества и мышления. Впоследствии мы будем с вами изучать кибернетику, науку о всеобщих законах управления природой и обществом. Вы видите, что управление немыслимом и беззаконом, что диалектический материализм того времени подготовил то, что мы сейчас называем медицинской, биологической и экологической кибернетикой. Материя. Материя – это философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них. Это определение Ленина наиболее емко, четко отражает, что же такое материя. Живая материя – это совокупность организмов, способных к самопроизведению и с передачей и накоплению в процессе эволюции генетической информации. Универсальные свойства материи – ее несотворимость и неуничтожаемость, вечность существования во времени и бесконечности пространства, нестеспаемость ее структуры. Ей присущи движения и саморазвития, проявляющиеся в различных формах, превращение одних состояний в другие. Знаменитый закон единства и борьбы противоположностей. Ну, товарищ студент, вы его знаете хорошо на своих взаимоотношениях. Единство мира заключается в его материальности. Развитие природы общества и человеческого познания представляет собой результат статирования противоположных сторон, противоречивых сил, внутренних присущих предметам и явлениям материального мира. Таким как ассимиляция, диссимиляция, наследственность и изменение. Закон перехода количественных изменений в качественных. Ну, к примеру того, вы долго-долго изучаете различные предметы и, наконец, становитесь образованными качественными. Накопление незаметных постепенно количественных изменений в определенных для каждого отдельного процесса момента с необходимостью приводит к существенным коренным качественным изменениям, к счастью образовывая переходу от старого качества к новому. Образовывается новое видо, смена биоценоза, круговорот вещества и энергии в биосфере. Качок возникает как следствие изменения соотношения сил, боящихся противоположных. Качок бывает длительным. Мгновение из неживой материи и живой длило около миллиарда лет превращает обезьяноподобные предки в человека более чем за 800 тысяч лет или резко превращение воды в пар, рождение ребенка. Ну, резко для наблюдателя, разумеется. Если мы перейдем другой масштаб времени, то все это может быть уже постепенно. Дальше следующий металлогический закон – это закон отрицания-отрицания. Развитие носит всегда прогрессивный характер в силу того, что оно идет от низшей стадии к высшей, от старого к новому, сохраняя при этом приемлемость, повторяемость на более высоких уровнях организации. Развитие в целом идет по восходящей спирали, но как всякий прогресс сопровождается противоположным регрессом отдельных сторон. Атавизм у человека, редукция пищеварительной системы, отсутствие корней хлорофилла у цветковых растений и так далее. Ну, здесь можно сказать следующее. Регресс – это по отношению с прошлым. Но является ли этот регресс не по отношению к настоящему, это трудно сказать. Это обычная реакция на изменение среды. Ну, и на собственную эволюцию. Как любой объект среды имеет свой жизненный цикл, как мы будем с вами после изучать, и имеет такой же жизненный цикл. И сам объект. И взаимодействие между собой, систем управления и аутоуправления внешнего и внутреннего, в общем-то, не всегда приводит к хорошим делам. А иногда и наоборот приводит как к регрессии, так и прогрессии. То есть регресс, с учетом закона отрицания, отрицания можно говорить, что это прогресс по отношению к тому прогрессу, поскольку он лучше адаптирован к окружающей среде. И атовизмы, которые существуют у человека, например, аппендицит, это не значит, что если его выбросить, человеку станет лучше. Ему будет не так, как было раньше. Но ему не станет лучше. Ну вот, что вам хотелось сегодня сказать. Спасибо за внимание. Вопросы и свои мнения отправляйте на электронную почту, указанную здесь. До новых встреч. И мы с вами, в общем-то, закончили методологические основы биологии. И кратко я вас познакомлю сегодня с историей ее развития и возникновения. Дальше мы немножко подробнее пробежимся по основным ее составляющим. Еще раз спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok